Регистрация на портале занимает не более 10 минут. Стандартные данные, фамилия, имя, отчество, паспортное сведение, номер телефона и номер СНИЛС. Вот весь перечень документов для регистрации. Система проверяет нового пользователя. Это занимает несколько минут. И доступ к порталу государственных, краевых и муниципальных услуг открыт. Портал госуслуг был создан для удобства населения, которые могут получить свои услуги в электронной форме. Это как обращение в налоговую службу, узнать свои задолженности по налогам, узнать свои штрафы, подать заявку на оформление нового паспорта, загранпаспорта. Также можно записаться к врачу. После регистрации на сайте портала в здании МФЦ берем талончик на прием к специалисту. Тут все просто. Выбираем в меню терминала госуслуги и проходим верификацию у специалиста. И все. После простой процедуры регистрации, не сложнее, чем завести электронный почтовый ящик, услугами можно пользоваться онлайн, не выходя из дома. Перечень услуг и возможностей единого портала постоянно увеличивается. Кроме того, пользоваться услугами и записываться на прием можно, даже если нет компьютера под рукой. Кроме того, можно воспользоваться единым порталом государственных услуг при помощи приложения, которое можно скачать на мобильный телефон и зайти также со своего логина и паролем, чем можно тоже так же и воспользоваться, не имея при себе компьютера. Время очередей сменила пора дефицита времени. В таких условиях единый портал госуслуг выступает как верный друг, работающий во всех учреждениях и готовый помочь в любое время суток.